На Черногорском заводе ИСКОЖ Регенерат вновь трудятся люди. Предприятие появился заказ и это позволило вернуть все долги по зарплате. Однако управленцы ИСКОЖа с тревогой смотрят в будущее. Без инвестиций заводу не выжить. Тему продолжит Мария Дудник. Заказ для железной дороги из Москвы поступил в августе. ИСКОЖ вовремя получает расчеты и это позволило ему начать выплачивать долги. Всего месяц назад здесь было пусто. Производство стояло. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Рабочие выполняют заказ для крупной московской фирмы. А главное, людям вовремя стали платить зарплату. Рабочим не платили с мая. Долг был почти 10 миллионов рублей. Сейчас всю прибыль, уверяет конкурсный управляющий, в первую очередь направляет на выплаты коллективу. Перспективы предприятия туманны, но заводчане надеются на лучшее. Ведь работать в Черногорске больше негде. Мы надеемся на это, поэтому не разбегаемся. Не увольняются люди. Кто верит, тот работает. Полностью выбраться из долговой ямы заводу в ближайшее время вряд ли удастся. ИСКОЖ должен 90 миллионов рублей. Кроме того, руководство до сих пор не может договориться с Хактеком и Хакас Энерго. Поставщики тепла и света из-за долгов ограничивают снабжение завода. Мы ведем работу, предлагаем какие-то варианты выхода, но пока ни от Хакас Энергосбыта, ни от Хактека каких-то сигналов к сотрудничеству нет. Сейчас завод ищет инвесторов, участвует в различных экологических грантах. Через год конкурсное производство будет прекращено, чего ожидать людям пока неизвестно. Сергей Калмогоров говорит, что скорее всего предприятие постарается возродить. Программа для этого уже написана. Для ее реализации нужна крупная сумма денег, которой у ИСКОЖ пока нет. Мария Дудник, Дмитрий Судариков, Новости, Седьмой телеканал.